Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что мы прописываем мнение лечащего врача конкретного пациента и обязательно указываем, что этот врач имеет все возможности проводить этот телемедицинский консилиум. Отдельно об этом я буду рассказывать на конференции, посвященной конкретно телемедицине 13 апреля, поэтому вот такие вот нововведения более подробно там будет рассказано про это, про все. Значит, телемедицинские консультации, все вы знаете, мы проводим с 2018 года. 57% у нас телемедицинских консультаций проходит с учреждениями Северо-Западного федерального округа, то есть из 14 тысяч консультаций 57% проводится для учреждений Северо-Западного федерального округа. В принципе, мы можем наращивать обороты, поэтому в настоящее время к нам присылают со всех онкологических диспансеров запросы, присылают с городских больниц и начинают присылать уже врачи с САОПа. В чем может быть сложность в регионе? В том, что загрузить в телемедицину сложные виды исследования КТ, МРТ, ПЭД-КТ не всегда представляется возможным. Но для этого у нас создан референс-центр, и, соответственно, если по какой-то причине визуализации загрузить невозможно, и вы можете загрузить только описание PDF, либо Word описание болезни пациента, историю болезни пациента, тяжелые снимки вы можете прислать нам отдельно дисками. Никакой проблемы в этом нет, мы точно так же можем выслать курьера. Загрузив телемедицинский запрос, вы можете прописать необходимую информацию о помощи, что вам необходим курьер. Мы обязательно вышлем и пересмотрим визуализации способом через курьера. То есть никакой проблемы в том, что нет специалиста IT-сферы, который помог бы загрузить врачу, так как в САОПах нет отдельно телемедицинских отделов. Я прекрасно это понимаю. Соответственно, мы можем выслать курьера по Северо-Западу и забрать диски физически самостоятельно. В референс-центр полноценно начал функционировать, хотя он зарегистрирован в 2019 году, в ноябре месяце. Полноценно начал функционировать с 2020 года, и на сегодняшний момент выполнено более 51 тысячи молекулярно-генетических исследований. В ней выполнено почти 8 тысяч патоморфологических пересмотров, и на них выполнено почти 25 тысяч дополнительных окрасок. Поэтому не стесняйтесь, присылайте, мы готовы оказывать эту помощь. Конечно, да, бывают вопросы о временных промежутках. И пациенты говорят, жалуются, звонят, пишут нам, высказывают свои претензии по поводу сроков выполнения анализов. Хочется отметить, что по 179-му Н-приказу сроки постановки диагноза говорится только о первичном постановке диагноза. То есть количество дней пересмотра в референсе не учитывается в этом 179-м Н-приказе. Мы стараемся выполнять это в течение 10-14 дней. Иногда, так как сложность постановки диагноза может возникнуть, и происходит несколько этапов иммуногистохимических окрасок, иногда сроки удлиняются. Но мы стараемся по возможности сократить эти сроки. И если есть какие-то отдельные категории пациентов, для которых требуется особое внимание, всегда специалисты учреждений звонят и просят уделить этому случаю внимание в более короткие сроки, сжатое, выполнить его. Хочется отметить отдельно, что референс-центр – это не только патоморфологические и молекулярно-генетические исследования, это еще и референс-центр лучевых методов диагностики. На сегодняшний момент, за 2022 год, было выполнено отдельно по референс-центру 888 интерпретаций визуализаций. Точно так же вы можете вызвать курьера, транспортировка будет осуществляться за счет средств НМИЦ, и, соответственно, можно этот объем нарастить. Если именно в телемедицинской системе Минздрава России вам по какой-то причине при отсутствии IT-специалистов невозможно загрузить диски в систему. Каким образом пациент попадает в НМИЦ? Очень часто пациенты из регионов, приезжая к нам, как сказал уже Юрий Игоревич, без первоначальной телемедицинской консультации или без поступления материалов через референс-центр, обращают на то, что они не могут попасть в НМИЦ-онкологию Петрова, не имеют информации о том, как к нам попадать. Так вот, у нас есть все возможности для получения информации. Можно позвонить, можно оставить заявку на обратный звонок, можно загрузить данные через личный кабинет пациента. Соответственно, точно так же пациент может попадать к нам через консультацию врач-врач и в дополнительных вопросах к консультантам вы тоже можете написать, что по настоянию пациента отправляется телемедицинская консультация, даже если это не входит в перечень необходимых диагнозов, необходимых нозологии по 116-му МН-приказу. И через социальные сети к нам поступает пациент. Через личный кабинет он функционирует с 2020 года, через личный кабинет мы проводим консультации врач-пациент и мы проводим интерпретацию визуализации. И обратите внимание, что за 2022 год самостоятельно пациенты прислали почти столько же визуализации, как и учреждения со всей страны присылают нам визуализации посредством референс-центра. Мне кажется, что все-таки в данном вопросе необходимо проявлять большую активность и высылать снимки пациентов к нам посредством референс-центра, а не через личный кабинет пациента на МИЦ-онкологии Петрова. Количество звонков, как всегда, предоставляю информацию о том, какое количество пациентов к нам попадает через наш контакт-центр. И в том числе хочется отметить, что таким образом мы собираем статистическую информацию о пациентах, о прохождении его лечения и о результатах лечения пациентов в регионе в том числе. Спасибо за внимание.